Мне действительно очень интересно было слушать выступающих. Содержательные сообщения были сделаны с анализом текущей реальной ситуации в экономике. Тритические, особенно ценно, не бесспорные в некоторых своих моментах. Я позволю себе очень коротко остановиться на самых важных вещах, хотя все остальное, то, что я считал, нужно пометить, я все пометил, и мы обязательно обсудим это на правительстве обещаемом. Из того, что здесь звучало в обобщенном виде, первое, на что обратил внимание, на административную реформу. Практически все, кто выступал, говорили о таких проблемах, как забюрокраченность экономики, коррупция и так далее. И, разумеется, административная реформа направлена на то, чтобы преодолеть эти проблемы. Да, согласен. Действительно, не все выстраивается сразу же так, как хотелось бы, наверное, в правительстве. И вы правы, те, кто говорил об этом, правы. Критика была правильная. Многие вещи, некоторые вещи, во всяком случае, остались незамеченными, потерянными. Кое-что сбилось, может быть, и неплохо с точки зрения борьбы с коррупцией, что накатанные связи исчезают. Но с точки зрения управляемости, конечно, некоторые вещи нужно поправлять. Должен вам сказать откровенно. Предполагалось, и думаю, что подавляющее большинство присутствующих знает об этом, что само министерство будет заниматься стратегией развития и нормотворчеством. Другие подразделения в блоке управления будут заниматься непосредственно управлением государственной собственности. Агентство, допустим. Третьи будут заниматься контролем. Но жизнь и практика показывают, что даже инициаторы и авторы этой реформы не хотят упускать из своих рук реальные функции управления. И это одеяло на себя потихонечку возвращают. По сути, нарушают те самые принципы, которые сами декларировали. И это создает определенные сложности и в управлении, и в контактах с правительством. Я это прекрасно понимаю, вижу. И мы, конечно, будем на это реагировать с председателем правительства. Другой важный вопрос. Это вопрос, вечный вопрос в России о земле. Много записок на этот счет. Одну из них процитирую. В этой связи, там излагается предыстория, напрашиваются два вопроса. Мы хотели бы узнать, не изменилась ли ваша позиция относительно данного вопроса. То есть, несправедливости вторичного, по сути, выкупа земли под предприятиями. Сразу могу сказать, позиция моя не изменилась. И второе. Просить вас помочь правительству РФ наконец-то определиться по этому вопросу в контексте вашего выступления. Один из наших коллег, который здесь поступал, говорил о проблемах с регионами. И это действительно то, что мешает правительству окончательно решить этот вопрос. Фискальные интересы и интересы общенационального характера развития экономики в известной степени находятся в противоречии. Но согласен с вами в том, что правительство должно довести этот вопрос до конца. Конечно, не нужно забывать интересы регионов. Нужно в конечном итоге выйти на какие-то согласованные решения. Но это решение должно быть справедливым и оправданным с точки зрения развития российской экономики. И думаю, что, надеюсь, что правительство в ближайшее время все-таки эту дискуссию завершит. Теперь следующее несколько положений, которые я пометил, которые считаю очень важными. Многие говорили о диверсификации, о необходимости диверсификации нашей экономики. И это действительно одно из важнейших направлений нашей с вами совместной работы. В законодательство, прежде всего в налоговое законодательство, вносятся определенные изменения, вы об этом знаете. Перераспределяется нагрузка, может быть, незначительно пока, но все-таки это движение есть, и вы это знаете. Разумеется, правительство должно действовать аккуратно, с тем, чтобы это перераспределение не подорвало одну из основных отраслей, а именно энергетическую отрасль, нефтянку, газовую промышленность. Но, повторяю, этот процесс и дальше будет продолжаться. Кто-то, по-моему, это Киселев был, говорил о том, что у нас 30% налоговая нагрузка сейчас от ВВП. Сложно подсчитать, сколько на самом деле. На мой взгляд, она больше, чем 30%. Я не знаю, откуда эти цифры, но некоторые эксперты считают, что она больше все-таки. И это, конечно же, заставляет нас постоянно думать о том, как изменить эту ситуацию.